Нереальная политика Как вы понимаете, мы находимся не в студии программы «Нереальная политика». Мы находимся в городе Грозный. Разговаривать сегодня будем с главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Добрый вечер. Скажите, как вы узнали о теракте в Домодедово? Мы смотрели телевизор, весе 24, и там появилась строчка срочная. Вы о чем подумали, когда услышали про такой теракт? Ну, конечно, это наша общая беда, горе. Я подумал, дай Аллах, чтобы жертвы, естественно, будут, чтобы минимальная потеря людей, и чтобы спецслужбы дали свою реальную оценку. И вот такое у меня было. Вы подумали о том, что такие теракты предотвращаются, что должны были предотвратить, могли предотвратить, что вы здесь предотвратили уже столько терактов, в том числе и покушений на себя, да? Их сколько было? Ну, это, вот так сказать, чтобы дать оценку, что там происходило, что реально кого-то обвинить, это пусть компетентные органы обвинят. Ну, почему это случилось, почему у нас это развивается, почему мы боремся и нет такого ощутимого результата, то это, я думаю, в этом, ну, единичный случай, его невозможно остановить. Я так... Ну, а скажите, Рамзан Ахматович, вот мы разговаривали с очень многими людьми, и люди, в принципе, живут в ожидании того, что вот с регулярностью, там, раз в год, там, или раз в полгода, через какой-то срок это все время повторяется. То есть все понимают, что это, возможно, произойдет, но разве нет никаких механизмов по предотвращению? Вот я глубоко убежден, что, ну, каждый человек, значит, не знает, что будет завтра, может быть, землетрясение. Может быть, другие, там, природные происшествия, там, что будет завтра, никто, я не могу знать. Но реально, что, вот, реально борьба против терроризма, экстремизма – это духовность. Вот на сегодняшний день мы можем остановить одного терроризма, другого, третьего, ну, это же не может продолжаться. Мы должны воспитывать подрастающие поколения, именно чтобы они знали, что такое религия, ислам, христианство, и чтобы не были у нас разделения между собой, чтобы мы ввели политику разъяснительную, там, пропагандическую деятельность среди подрастающих поколений. Слушайте, ну, вот вы говорите, что невозможно было предотвратить. Мне, честно говоря, странно это слышать, тем более именно от вас, да? Что, в аэропорту Грозного такие же меры безопасности? Можно просто войти в аэропорт, минуя рамку металлоискателя, да? Мы, вот, вы не сравниваете, там, Домодедово и аэропорт Грозного. И мы ведем такую, там, работу, у нас есть практика, опыт. Мы не только, там, стараемся их, вот, находить именно на территории аэропорта или, там, какого-то объекта. Мы ведем оперативную деятельность, вот, начиная с, откуда это исходит, оттуда ведем работу. Ну, вот, видите, что сами это вообще... Если человек взял мину, если он уже начал ход, то его только можно остановить, вот, жертвовать собой. Вот его, там, не эта рамка такая, там, или другая... То есть его надо обезвредить, то есть уничтожить? Да, его надо, вот, да, давать, предупреждать, как это, информацию, там, и это должны заниматься спецслужбы. Надо смотреть, откуда это исходит. В аэропорту, в самом аэропорту, невозможно это сделать. А объясните тогда, вот, смотрите, например, сейчас вся общественность обсуждает фамилию этого террориста и Ногайский джемат, из которого он якобы исходил. Вот, например, сейчас, когда все говорят Ногайский джемат, вы про него что-то слышали? Я вообще против этого. Нету никакой джематы. Это просто сами мы придумываем, сами мы создаем опять же плацдарм для бандитов, для шайтанов. Для того, чтобы этот джемат появлялся. Да, джемат появлялся, чтобы там говорили. Есть кучка шайтанов, их надо уничтожать. А чего они хотят? Вот за границей, например, когда теракт происходит, правильно, какая-то группировка берет на себя ответственность и говорит, там, мы бойцы такой-то группировки, мы не согласны с тем-то, мы от правительства требуем того-то, вот мы это делаем. У нас и прошлый раз, когда были взрывы в метро, и сейчас, Домодеды, вы хотя бы раз слышали, чтобы эти люди сказали, кто они и чего они хотят? Я вот, ну, у них нету идеи. Давно. Ну, вы уверены в этом? Вот это важно. У этих людей, правда, не это делаешь? Очень, да, и больше, чем во всех я уверен. Потому что я знаю, что я искренне верующий мусульманин. И что в религии ислам от них даже не пахнет. Они не мусульмане. Пророк говорит, салаллаху алейкум, что они не мусульмане. Кто будет убивать их, кто погибнет в бою с ними, попадет в рай. Это слова пророка, салаллаху алейкум ассалам. Поэтому они не мусульмане. Они не христиане. У них нет национальности. У них нет родины. Они, я говорю, кучка шайтанов, которые там... Ну, если вот так сказать, вот можем и говорить. Это конкретно люди, которые там стоят за ним. Огромные там государства и сильные спецслужбы. Это не просто человек, который взялся, сегодня поехал в Домодедово и устроил такой теракт. За ним стоят люди... Ну, а какие государства? Кому они нужны? Запад. Запад. Ну, вот опять Запад. А почему нет? Неужели вы думаете, что Запад заинтересован в нестабильной России? Всем нужна стабильная Россия. Потому что это очень большая страна. Вот кому нужна стабильная Россия? Это мусульманским странам. Америку я вам очень убедительно буду объяснять, что не нужна Россия. А вы там были в Америке? Ну, объясните. Я никогда не был и не хочу поехать дальше. Серьезно? Я вообще не хочу. А почему? Не знаю. Может быть, мне не изменилось бы немножко? Нет, нет. Абсолютно. Хорошо. Вы говорите, что у этих людей нет ни идеи, их невозможно остановить. Это, допустим, ГОН-департамент. Я не говорю, что невозможно остановить. Вот так. Мы же останавливаемся. Уничтожать их надо. Я услышал. Уничтожать – это одно. Но еще надо вести духовную политику. Надо использовать бесплатный инструмент. Это религиозное направление. Будь мусульманское, христианское. По этому направлению надо нам работать. Чтобы наше подрастающее поколение не смотрело по телевизорам. Все, что угодно показывать, только нехорошее по телевизорам. Там им надо давать пищу. Тогда объясните такую вещь. В любом случае, с людьми надо работать, надо заниматься идеологией. Допустим. Но вот кого наказать сейчас? То есть все говорят, что это произошло, и кто-то должен нести ответственность. Неправильно. Но вот вы бы кого наказали? Кого наказать? Надо всех нас, начиная с руководства… Ну, не ведут этим математитов? Кого наказать? То есть вы считаете, что руководство не виноват? Нет, конечно, наказали. Вот сегодня одного наказали, и другого назначили туда. Думаете, что-то изменится? Хорошо. Да как получилось у вас всем интересно? Как вы остановили терроризм? Вы остановили его в Чечне? Ну, если мы записываем прямо в центре Грозного, и, смотрите, никто нас не охраняет, мы… Ну, это так кажется. Ну, давай после передания выйдем, посмотрим, будем искать, где там, что там стоит. Будем искать, где будет. Ну, я говорю, я сам езжу по республике, без никого. Вот позавчера 3-4 дня назад, ночью, мы со своим начальником Аграна, моим другом детства, мы ездили по республике и обсуждали. И, да, действительно, я ему задаю вопрос. Смотри, я говорю, мы сегодня служим для народа, для религии, мы для республики строим, восстанавливаем, но все равно нам небезопасно. Ну, если вот так сказать, что Кадыра – это объект номер один на Кавказе, хотим мы, не хотим. Вот я днем и ночью сам воевал лично против террористов, уничтожал и буду уничтожать. И на сегодняшний день я тоже разрабатываю операции, провожу мероприятия. И это, ну, мне нравится, да, так сказать, эта работа. Почему? Потому что я сохраняю жизнь людей, я служу правильно. Это моя работа, это моя, вот, так сказать, установка, которую я сам поставил перед собой. Мы что сделали? Мы собрали вот именно всех, вот именно духовных лидеров наших и разработали такую программу именно духовную. И мы, когда мы начали дать в интернете работу, там у них там свои чаты, там заходят, там свои, там, какие-то там, были там линии, где они общаются, там, ну, ведут идеологическую, там, работу. Мы там, в интернете было 100 на 2, вот 100% за них было, а 2% за нас было. Это не только чеченцы, я говорю, и Европе. То есть вы имеете в виду, что ваххабиты через интернет вербовали людей? Да, вот, да. И они и сидели, и в Европе сидели, и в Москве сидели, и в Грозном сидели. Мы, я специально купил компьютеры и посадил 15 человек, и днем, ночью они на их вопросы отвечали, вот, что они доказывали, что они неправильны, что пророк, салла Аллаху, в это время вот не так говорил. Вот пророк вот в это время не так говорил. Вот мы доказывали, что Коран не так написано. И на сегодняшний день на нашей стране 98%, на их процент 2%, и это уже 2% много. И надо вот нам вот найти такой общий язык с молодежью, чтобы не выходили на манежку, там, не убивали, там, не взрывали. Вот только тогда у нас мы можем, мы можем остановить полностью искренне все это. Ну, вы сами сказали про манежку, так давайте тогда, может быть, вы скажете, как вы считаете, в чем вот проблема межнациональной состоит сегодня? И что можно сделать, чтобы эту межнациональную проблему решить? На ваш взгляд. Мы же видели, кто за ним стоял. Касьянов, Немцов, еще кто-то. А за ними Запад. А что вы думаете? А Касьянову что не устраивает? Бывшие председатели правительства, что он в свое время, Немцову что не устраивает? Они тоже, они тоже, они служили в этой же государстве. Они, они утверждали, что мы ведем правильную политику. А сегодня что им не хватает? Надо в первую очередь посадить их всех, там, их руководителей. После, после этого никому не будет интересно выходить в манежку. Вот и демократы, я знаю. Кого посадить? Немцову так? Его уже посадили. Он отсидел 15 лет. Это не так его посадить. А за убийство, которое там было, за те моменты, которые там были, за это надо, ему срок надо давать. А не просто так играться с ними. Только тогда у нас будет порядок. Это же, это же уже межнациональный конфликт. Жириновского надо выиграть из Госдумы. Он якобы защищает русскую там политику и оскорбляет кавказцев. Это кавказцы, мы тоже россияне. У нас, это наша родина Россия. Мы погибали за Россию. А он свободно оскорбляет нас, унижает. Вот таких людей, если от таких людей мы избавимся, вот этих людей мы, националистов, будем сажать, выгонять из структур, то тогда у нас будет порядок. Вам не кажется, что когда вы так говорите, вы сами разжигаете вот эту межнациональную роль? Я никогда, я веду политику правильную в республике. У нас вообще нет межнациональных, межрегулиозных конфликтов в республике. У нас мы строим мечети, мы строим храмы, церкви. У нас абсолютно единственная республика, которая абсолютно не ущемляет друг друга. Право раньше, что было, это одно. На сегодняшний день мы можем свободно выехать от любой район, где русские проживают, где нагайцы проживают, где чеченцы. Даже нет вопросов у нас вообще. В чем проблема? Понимаете, вот мы разговаривали с Николаем Цискоридзе, который тоже человек явно как бы этнически не русский. Он грузин, но русский артист. И он говорит, что проблема заключается в том, что многие люди, приезжая в Россию, особенно как бы в его крупные города, они себя ведут таким образом, что вызывают отторжение, потому что живут не по тем правилам. Вот смотрите, мы к вам приехали, я вам честно могу сказать. Мне сказали, у Рамзана Ахматовича есть определенные правила. Это определенный внешний вид, это определенные правила, которые соблюдаются в республике. И мы их соблюли, потому что это ваш дом, и мы у вас в гостях. Вы соблюли наши правила? Конечно. По внешнему виду? Да. Я не соблюдаю абсолютно. А что-то не так? Пожалуй, что все не так. Вы слишком вызывающе одеты, поэтому я стараюсь не смотреть на вас. Ну, не знаю, я извиняюсь, но я прошу прощения, я честно очень старалась. Ну, вы понимаете? Я сделала все, что смогла. Нельзя требовать от него невозможного. Хорошо, что вы старались, а то могли бы там по-другому одеваться. Я говорю, нет, ну, ты же понимаешь... Можно я скажу, у Кадырова есть правила, я мусульманин, я могу дома сказать, у тебя дома сказать, что вы... и диктовать свои правила. И я вот путаю все, люди путают. Я говорю, даже офисная бывает одежда, форма одежды бывает офисная. Я говорю, на работе, если женщины будут ходить полуголым, мужчинам там, знаешь, не получится там работать. Не смогут они. Не смогут. Я вот на вас буду смотреть и днем, и ночью буду думать, как бы ее там, знаешь, салам алейкум, знаешь, и для меня вот забота, работа, это будет в десятом плане. Поэтому, я говорю, если на работе женщина, она должна вот соответствовать, знаешь, вот она должна носить платок, она должна носить вещи такие закрытые, там, чтобы не все было видно. Это не просто. Это если у нас в России была бы форма, соблюдали бы форму одежды, как раньше. То есть вы поддерживаете... Смотрите, как вы сошлись с идеей православных священников. Вот русские, когда в церковь заходят, одевают платки, нормально одевают закрытые вещи. Не так же ходишь, что в церковь? Ну, я платок надеваю, захожу, так можно зайти. А почему одеваете платок? Бог только церковь, что ли? Нет, мы же не будем... Бог только мечети, что ли? Нет, Рамзан Ахматович, ну, есть же какие-то правила поведения. В России не принято женщине ходить с покрытой головой, если она христианка. А если это чуть глубже, то зиагрузинка, у нас не принято. Нет, у нас чеченки ходят. Вот завтра утром выйдет в Грозный, у нас тысячи, там, десятки тысяч чеченских женщин ходят без платка. Я же могу призывать, чтобы они форму одежду соблюдали, чтобы они не пили, не курили, не кололись. Это здорово, я с вами согласна. Я призываю, я не принуждаю. Я... Сейчас закончится, потом... Лава. Спасибо. Давайте договорим сразу после рекламы на телеканале НТВ. Это программа «Нереальная политика». Сегодня у нас в гостях Рамзан Кадыров. Продолжаем разговор. А если там в Москве идут, там, мусульмане идут, там, у нас не принято, там, целуются, пьют, там, матерятся, там, это что, они не нарушают общественный порядок, там, если они прямо в общественных местах, прямо на улице целуются, то есть тут... Давайте пооделось. Пьют, нарушают, целуются, не нарушают. Да? Для меня это, знаешь, дикость, что если на улице, там, знаешь, вот... Поэтому вы в Америку никогда не поедете. Там еще больше целуются. Сколько вам было лет, когда вы впервые в руки оружие взяли? Я еще... 15-16, мне так было, по-моему, первой компанией я еще ездил с отцом, я тогда начал носить пистолет и потом по следующему автомат. Ну, подождите, вы были на той стороне? Да, я был на той стороне, я был с народом. И всегда, и тогда, и сейчас я с народом. Тогда народ вышел и тоже вышел, как Россия оставила нас целые склады оружия. Ельцин, Березовский, благословил Басаева. Басаева откуда? Чей работник? Масхадов. Масхадов кто воспитывал? Дудаеву кто воспитывал? Кто их направил сюда? Вот тоже, вот, идеологическая, хорошая была, вот, пропаганда, и народ вышел, вот, сказать, что мы против России. Мы были тогда с народом, и сейчас с народом. Когда, после военной кампании, во времена, так скажем, правления Ичкерии, мой отец всегда был против действующей власти. Он всегда говорил, что у нас, вы не мусульмане, у вас нету ничего общего с мусульманами. Вы жулики, вы бандиты. Мы воевались этими бандитами всегда. И, когда стал вопрос, вот, даже, вот, после, вот, в начале твоей второй кампании, вот, можете спросить у руководства государства, мой отец сказал, что я буду всегда с народом. Если народ, на референдуме народ проголосует за Россию, я буду с Россией. Если нет, то я должен остаться с народом. Поэтому мы всегда с народом. Рамзан Ахмадович, ну, мы с вами ровесники, мы же с вами советские школьники. Вот я посмотрела, вам 34 года. То есть мы с вами ходили в советскую школу, мы с вами успели и были пионерами, правильно получается? И вы знаете, я помню, когда я впервые увидела своих одноклассников и однокурсников с оружием, и когда ребята пошли воевать, я очень хорошо этот момент помню, а мне казалось, что это сон, я проснусь на второй день и этого больше не будет. А потом я поняла, что я не проснусь и так будет дальше. И у меня на глазах погибло очень много моих друзей. Кто-то подсел на наркотики, потому что не смог смириться с тем, что пришлось стрелять, пришлось убивать, в тебя тоже стреляют, а мы все вышли из того мира, в котором к этому никто не готовил. Как вообще? Мне всегда было интересно узнать, вот вы, живя в благополучной семье, живя в благополучной стране, вдруг в 14-15 лет, как вы говорите, вы поняли, что жизнь будет вообще не той, которой готовили и учили. У меня восприятие, что было? Вот как я себя помню, вот что нам говорили? Вот нам говорили, что русские вас выслали. Вы имеете в виду Сталина? Сталин, да. Вот тогда я не знал, что Сталин... Тоже нельзя же говорить про всех. Грузин, грузин, значит, и говорили, что у нас, вот сегодняшняя, вот тогдашняя власть, нас выселяли, нас оскорбляли, вот Сталин, враг чеченского народа. Если он был бы жив, я искал бы его, чтобы убить еще раз. Когда нам объяснили, что Сталин не русский, и нас русский не выселял, и это были тогда времена, там была наша вина в том числе, мы создали тоже почву для этого. И мы потихоньку начали это воспринимать, воспринимать, как есть на самом деле. И никогда вот реального мира не наступит, и реальной жизни у нас не будет без России. Это же не чеченцы там придумали эту политику, это придумали те люди, которые развалили Советский Союз и хотели развалить Российскую Федерацию. Вот Ельцин, Ельцин нам дал суверенитет. Он, когда вы помните, есть записи, он нам возле Белого дома говорит, берите сколько хотите суверенитет. Потом отправляет, нас вооружил, потом отправляет Грачева, заберите у нас оружие. Чеченцы просто так ничего не отдают, поэтому они вынуждены были мы стрелять. Чтобы не отдать автомат, это оскорбление. Если у тебя автомат забирает, если у тебя шапку забирает, если там задевает честь, то это можно было Дудаева выпить с Ельциным по 100 грамм, и Грачева тоже, могли бы они договориться. Они не договорились, мы вызваны были, якобы мы защищали себя, защищали наши земли. Вот так получилось у нас в эти времена. Скажите, а если бы вам доверили навести порядок в Дагестане, в Ингушетии, вы бы сделали это? Конечно, не получилось бы. Не получилось бы? Там же есть своя специфика, там же живут народы, там же действующие главы субъектов, которые хорошо подготовлены, больше чем образованы, чем я. Но вы понимаете, вы в том возрасте, когда у многих людей политическая карьера только намечается, а вы в 34 года сделали удивительную карьеру, то есть реально абсолютно кинематографичную. Поэтому сразу возникает вопрос, вы себе чувствуете силу допустим пойти дальше? Нет, знаешь, вот я себя не чувствую таким политическим, но если будет решение руководства государства, то защищать Россию мы обязаны. Я действующий офицер, и я считаю себя воином, и поэтому защитить Россию для меня честь. Я себе представляю министра обороны России Рамзана Кадырова. Из меня не получится министра обороны, из меня воином хорошим. Министр нападения? Не-не-не, воином хорошим у меня получится, и я умею вести за собой отряд и умею выполнять задачи. Был ли какой-нибудь политик, или был ли какой-нибудь исторический персонаж, вот глядя на кого, вы думали, вот я буду строить так же, потому что вы реально, не имея профессионального образования, вы выстроили то, что мы видим целый регион, будучи очень молодым человеком. Как вам это удалось? Это только сила? При жизни моего отца, нашего первого президента, смотрел, всегда хотел, равнялся. Вот, и сейчас, на сегодняшний день, у нас есть один лидер, который делает возможное, невозможное. И я равняюсь этому человеку, это Владимир Владимирович Путин. Нам другие там истории искать не надо, другие там придумать, что-то новое не надо. Есть человек, который днем и ночью служит во благо государства, во благо народа. Поэтому я стараюсь делать ту политику, которую он делает. И поэтому мы сидим на проспекте Путина? Да, конец проспекта Путина, начало Кадырова. И отсюда конец Кадырова, начало Путина. Можно как вам угодно. А вы доверяете людям? Если я не доверял бы, я не сидел бы здесь. Вот у нас всегда обвиняли в том, что в рядах там чеченские милиции служат амнистированные. Вот, это завтра. Да, им можно доверять. Завтра они возьмут оружие, уйдут в лес, там, потом это. Ни один там амнистированный человек не ушел в лес. Все они, вот, ты же можешь любого определить, хороший он или плохой. Какие, какие он. Ну, у человека бывает, вот, ну, психологи для чего. Ты, первую очередь, должен быть психологом, чтобы, вот, я всех, вот, всех, знаю, вот я всех, которые там, сегодня в лесу, и которые были там, значит, я всех почти знаю. Я знаю, кто, на что способен. Тина спросила, когда вы взяли в руки пистолет, мне интересно другое. Как вы думаете, вот, в вашей жизни наступит момент, когда вы уберете пистолет в стол? Нету пистолета. Вы не носите оружие? Я давно не носил оружие. Вы его уже убрали? Давно я не носил пистолет. Я вот, когда... А что, автомат? Нет, пулемет. И пулемет, и автомат не носил я. Я, когда, вот, бывают моменты, когда необходимы, тогда всегда рядом, а так я без пистолета. Ну, вы же понимаете, о чем Андрей спросил. Из того, что я знаю, на вас было шесть покушений. Я вообще не понимаю, что чувствует человек, на которого покушаются, который засыпает и понимает, что может быть еще раз. Я об этом вообще кричусь, вот честно сказать, я не думал об этом. это, ну, если об этом думать, что завтра на меня может быть покушение, или послезавтра может быть что-то, значит, как ты будешь жить? Ну, а как у вас страхов нет у Рамзана Ахматовича? Ну, прекратите. Я боюсь все вышнего. Но я знаю, что если мне не суждено умрет, я не умру никогда. У бандитов никогда ничего не получится. Если я буду думать, вот каждый день, выходя из дома, что вот сейчас я выйду, там, в центр, там, значит, меня убьют, или я там не доеду до работы, или я не могу там выехать туда, тогда я не буду работать, я должен буду себе сделать хороший бункер и сидеть в бункере. Но при этом вы даже нам сейчас сказали, что вы хорошо понимаете, что вы объект номер один. Ну, я знаю это, но я же не боюсь их. Мне это нравится. Почему? Потому что я прав во всех отношениях. Я сегодняшний Рамзан, который строит республику, развивает спорт. У нас есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы. У нас наша команда успешно выступает в высшей лиге. Слушайте, расскажите, как вам удалось уговорить Руда Гулит возглавить телек? Вот мне эта мысль не дает покоя. Мне вообще, знаешь, вообще интересно, вот бывает, когда задают вопрос, почему он хочет стать тренером. Мы предложили ему это. Он согласился. Абсолютно за несколько часов с ними провели там беседу, он согласился. Абсолютно не было. А дальше возникает вопрос. Если вы начинаете играть хорошо, если вы переходите в дивизионах, и если вы выходите на европейские турниры, то вам придется ездить в Европу, в которой целуются на улицах, в которой, как вы понимаете, на улицах они к вам приедут. Они не будут нас заставлять целоваться. Вы приедете, вы будете болельщиком, правильно? Пусть целуются и Россия, они целуются, пусть в Европе целуются, пусть на здоровье целуются, они же нас не будут заставлять, чтобы мы целовались с ними. Я, например, другой человек, я по-другому устроен. Я не исключаю, что, например, меня можно увидеть целующимся с девушкой на улице. Это непорядочно показать свои отношения, притом целуясь, знаешь, прямо в общественных местах, это крайняя невоспитанность, крайняя невоспитанность. Для чего? Для чего любят друг друга? Для того, чтобы создавать семью. У нас сколько браков, у нас сколько рождаются дети без отцов. Они не знают, кому они принадлежат, к какой религии, к какому народу, кто их отец, где у них родина, как они будут защищать Россию. Если они будут целоваться на улице. Если они будут целоваться на улице и без брака рожать детей, и тогда у нас не будет патриотизм, не будет у нас ничего в России. Я с вами спорить не буду, я только под занавес передачи, знаете, что скажу? Я думаю, что ваши дочки, наверное, 10 раз подумают, стоит ли показывать своего парня вам или нет, потому что вы, наверное, будете очень строгие свекоры. Абсолютно я не буду строгим, но я знаю, что я буду до этого, вот до этого воспитывать своих детей. У меня есть хвала Всевышнего, моя мама, которая воспитывает, у меня очень уважаемая семья, жена, и поэтому мои дочери даже не будут об этом думать. Мама за вас волнуется? Скажите. Конечно, волнуется. Всегда вот сейчас позвони, она сидит, ждет меня, пока я ей позвоню, когда я приду домой, волнуется не только за меня, за всех нас она волнует. А я вам советую все-таки съездить в Европу, съездить в Америку. Я был в Европе проездом, в Германии я был, в Украине, я в Украине, не в Европе. В Европе я был, недавно я приехал в Украину. Это была программа «Нереальная политика». Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова